Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 17 главе книги «Бытия». В 17 главу попало продолжение рассказа о Завете Авраама с Богом, продолжение, которое до некоторой степени выглядит даже и отдельным рассказом. Здесь не всегда очевидно и не так легко понять, почему вообще возобновляется эта тема. В предыдущей главе и даже в нескольких предыдущих главах уже был разговор о Завете его условиям, здесь к ним добавляется нечто более или менее новое. И вообще говоря, конечно, именно рассказ этой 17 главы скорее можно считать формальным сообщением условий и обстоятельства Завета между Богом и Авраамом. И вот первая часть главы посвящена этому будущему, этому Завету, а вторая часть главы, собственно, его реализации, тому, как воплощается в жизнь, так сказать, если говорить не библейским языком, тот договор, который Бог заключается в Раму. Итак, начинается разговор с того, что Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму. В отличие от предыдущих слов предыдущей главы, здесь обстоятельства, в которых это происходит, в общем не обсуждаются. Вот каким-то некоторым образом явился Господь Аврааму и предлагает Аврааму вот, собственно, формулировку. Начинается эта формулировка Завета словами «Я Бог всемогущий». И тоже надо сказать, что подобная грамматическая конструкция вполне понятна и уместна именно в договоре владыки с покоренными людьми. И начинаются обычно такие договоры как раз с упоминанием того, кто именно это делает, кто именно заключает договор. Вот, «Я Бог всемогущий», «Бог всемогущий». Заметьте, что при всей привычности этого выражения для нас, для читателей, в общем, большинства эпох, при всей его привычности на самом деле очень небанальная вещь. Особенно для времен Авраама. Особенно с учетом того, что в те времена, как правило, люди считают богов, во-первых, узкоспециализированными, либо там по обстоятельствам жизни, по стихиям, по профессиональным задачам, либо иногда по каким-то другим признакам. И, во-вторых, боги считаются ограниченными темильными территориями богами, которых они являются. А вот здесь говорится «Бог всемогущий», «Бог, который не ограничен вот этими привычными для современников Авраама условиями, ограничениями». Вот, что Бог требует от Авраама, «Ходи предо мною и будь непорочен, и я поставлю завет мой между мною и между тобою». И на первый взгляд даже не бросается в глаза, что это, собственно, и есть условия завета, требования, которые Бог выдвигает к Аврааму, «Ходи предо мною и будь непорочен». И, вероятно, это один из тех центральных моментов, которые и автор, и особенно составитель хотят донести до своего предполагаемого читателя. Именно здесь располагается коммуникативное намерение составителя, по крайней мере, а, скорее всего, и автора тоже. «Вот, ходи предо мною и будь непорочен». Ну, надо сказать, что с точки зрения современного читателя это требование крайне неконкретное. В отличие от, например, каких-нибудь десяти заповедей, хотя бы, а уж тем более законодательства, которое за десятью заповедями следует и буквально касается, там, не знаю, покроя носовых платков и других частностей. В эпоху после составления Слова Божьего, после составления Торы, собственно, уже существует довольно обширный набор очень конкретных требований и правил. И тогда же в эту эпоху составления рождается вот эта странная очень концепция трех. Тор, которые Бог дает Моисею, Тору Моисееву письменную, Тору устную и Тору Мессии, которую, придя, Христос Спаситель даст народу Божьему. Вот в это время много очень разных, очень конкретных правил, которые требуется исполнять, и жизнь, в общем, с годами все больше и больше усложняется. Ты поди сначала запомни хотя бы эти правила. Может быть, затруднительность запоминания и была одним из основных руководящих мотивов составления Торы как документа. Итак, вот, в эпоху составителя огромное множество конкретных указаний, как именно нужно поступать. В Синайском Завете изначально, в общем, все намного проще. Существует некоторое очень небольшое ограниченное количество заповедей, соблюдение которых просто вопрос жизни и смерти. Вот если продлевать эту последовательность во времени обратно, то как раз вот и получается, что в эпоху Авраама завет должен быть наиболее компактным. И действительно, автор и составитель предлагают читателю некоторую очень общую формулировку, смысл которой, собственно, заключается в том, что Аврааму предлагается ходить перед Богом, быть непорочным. Что такое непорочен – это отдельный вопрос, который вообще не обсуждается. И, скорее всего, центральным здесь является именно слово «ходи предо мною». Ты будешь моим народом, как скажет Бог в Синайском Завете народу Израилеву. Вот Авраам и его потомки, естественно, это человек, которого Бог избрал себе для того, чтобы эти люди чтили Бога. И на этом, собственно, они и договариваются. Здесь в первую очередь разговор о том, чтобы Авраам был, правильнее всего было бы сказать, поклонником Бога, поклоняющимся Богу. И, собственно, это практически все, это самое главное. Это то, что определяет всю дальнейшую историю потомков Авраама. Вот, завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И Бог дальше меняет Аврааму имя и говорит, ты уже не будешь называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, потому что я сделаю тебя отцом множества народов. Вот, будет множество народов. Об этом уже была речь в предыдущей главе. И вот здесь Бог за согласие Авраама, обещание Авраама быть подданным, так сказать, державы Бога Израилева, того Бога, которого, собственно, и будет дальше Тора определять, как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вот за это Авраама обещается бесчисленное потомство. Он будет отцом множества народов, и таким образом в этих своих многочисленных потомках будет иметь огромную и бесконечную посмертную жизнь. Напомним, что разговор здесь не о тщеславе Авраама, не о том, что он там сможет в будущей жизни предъявлять ветеранское удостоверение и говорит, что я вот там, значит, сражался в Куликовской битве и породил множество народов. Совершенно это неинтересно ни Аврааму, ни автору, ни составителю. А речь идет о том, как представить себе жизнь неподвластную смерти. Как об этом говорить? Вот в архаические времена Авраама именно громадность потомства, его потенциальная бесконечность и являются таким обетованием о том, что твоя жизнь не прервется смертью, не закончится ею. В этом все дело. Ты будешь продолжать жить в этих потомках. При том, что, еще раз повторю, для этой эпохи, для этой культурной среды характерно очень материальное, очень биологическое представление о том, что все потомки содержатся в основателе клана и он сам, в свою очередь, тоже в них продолжается. Итак, вот условия завета. От Авраама требуется чтить Бога, ходи предо мной и будь непорочен. Собственно, именно это и означает. А обещается Аврааму жизнь, которую не победит смерть. И вот поставлю завет мой между тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Здесь обратим внимание также, что автор говорит о том, что и завет, и договор, который Авраам заключает с Богом, он распространяется на потомков. Бог принимает решения по отношению ко всему потомству Авраама. Опять-таки, речь не идет о том, как будут поступать с этим сами потомки. И рассказчик, и состоитель Торы дальше показывает нам этих потомков весьма неодинаковыми, по-разному относящимися к соблюдению завета, вообще к участию в нем, к участию в этом завете. Но вот здесь Бог говорит, будет дан завет для всех твоих потомков. Таким образом, договариваться, искать взаимопонимание с Богом потомкам не придется. Уже это решение Бога принято о том, что завет будет поставлен со всеми потомками после Авраама. А каждому из этих потомков, в свою очередь, да, придется в той или иной степени, добровольно, в той или иной степени, осознанно в этот завет вступать. Таким образом, можно сказать, что автор хочет и завет с Богом точно так же представить, как некое продолжение жизни Авраама в его потомках. Ну и, наконец, заключая эту часть разговора, Бог говорит Аврааму, «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь». Потому что, конечно же, для кочевников, у которых нет своей земли, которым негде приткнуть голову, которые везде, на любой территории оказываются чужими, конечно, жизнь такая очень тяжелая, им трудно представить себе вечный завет с Богом без конкретной территории, конкретной земли. И эта самая своя земля, по крайней мере, в системе взглядов архаичной эпохи, это возможность жить, возможность выживания. Вот почему это важно на самом деле. Потому что, если хотите, своя земля для клана Авраама и его потомков именно означает, ну, можно даже сказать, гарантию выживания. Именно гарантию. Дело ни в чем, собственно, другом. Ну, и как мы уже говорили, особенно в разговоре о Синайском завете, в каждом завете Бога с человеком, кроме условий его, и требований, и обещаний, есть также и знамение, знак, который свидетельствует о том, что вот данный человек конкретный является участником этого завета. И поэтому в следующем разделе с 9 по 14 стих устанавливается обрезание, как знамение вот этого завета с Авраамом, как знак того, что Авраам или любой из его потомков продолжает оставаться участником этого завета. Здесь в этой картине на самом деле много, скажем так, неоднозначного, потому что Господь требует, чтобы обрезан был каждый младенец мужского пола, вот, рожденный в доме или купленный за серебро, чтобы они были обрезаны в восьмой день. И это будет завет мой на теле, вашим заветом вечным. Таким образом, само по себе обрезание должно быть знаком принадлежности конкретного человека к этому завету с Авраамом. При этом, заметьте, что вообще говоря, процедура сама по себе на Ближнем Востоке широко распространена и вообще является одной из довольно древних форм инициации юношей. Ну, правда, надо сказать, что в качестве обряда инициации обрезание все-таки не совсем в младенчестве происходит, вовсе даже наоборот. Тем не менее, это не что-то совершенно необыкновенное и неизвестное людям. Нет. Вещь достаточно понятная и обычная, которую вот Бог решает, повелевает использовать в качестве такого знака. Это с одной стороны. А с другой стороны приказано совершать обрезание в восьмой день, когда младенец ничего не понимает и ничего не помнит. И это не сознательное вступление в завет. Вступление в завет, собственно, по рождению, по тому, что данный человек является потомком Авраама. В этом, между прочим, радикальное отличие ветких заветов, что Авраамова, что Ноева, что Синайского и Нового завета Господа нашего Иисуса Христа. Качественное отличие веткого завета от Нового в том, что только осознавая, что происходит, человек может войти в завет с Господом Иисусом Христом. И наша практика крещения младенцев – это, в общем, конечно, отказ от Нового завета и возврат к веткому. Как нередко это бывает, авторитетные христианские писатели, особенно позапрошлого тысячелетия, силились доказать, что там наша практика крещения младенцев, что это правильно. И, как обычно, в таких обстоятельствах у них этого не вышло. У них вышло доказать, что это, в принципе, возможно. Хотя, в общем, это никто особенно не оспаривает. Так или иначе, вот младенец, который по праву рождения, потому что он является физическим потомком Авраама, поэтому принадлежит к этому самому завету. А не потому, что он понял, к чему Бог его призывает и соглашился, что является необходимым условием завета нового. Поэтому здесь для современного читателя важная точка различия. Ну, или, скажем так, точка, которая должна была бы быть точкой различия. Обрезание – знак завета, который на теле вашем, заветом вечным. То есть, это действительно избран такой знак завета, который, с которым уже ничего не сделаешь, его не отменишь. И для предпленной, может быть, эпохи, равно как и для эпохи конца плена и послепленной эпохи возвращения, вот эта идея, вот эта идея, что, а нельзя ли нам как-нибудь выскользнуть, потому что Бог, с которым заключил завет Авраам, а потом Моисей на Синае, оказался очень требовательным, и нам не нравится, хотим быть, как прочие народы. И Бог говорит на это народу Божьему, что, извините, вы не сможете быть как прочие народы, потому что никакого смысла в вашем существовании вне завета нет. Вот этот знак завета, который уже нельзя отменить, уже нельзя, как какие-нибудь там предпленные пленные или пленные эпохи иудеи, сказать, что, ну, давайте теперь, вот, значит, мы согрешили, завет нарушили, давайте теперь жить, как будто ничего не было. Не получится. Не получится. И вот дальше говорится о рождении Исаака, о рождении Исаака. Собственно, еще пока только меняется имя Сары, добавляется еще одна буква, как и вымни Авраама, и Господь говорит о ней, я благословлю ее и дам тебе от нее, сына, благословлю ее и произойдут от нее многие народы, потому что в данном случае женщина, Сара, вовсе не является таким безликим и, прости Господи, безмозглым инкубатором. Нет, нет, она благословляется, оказывается, в отличие от предыдущей главы, что и Сара тоже не один только Авраам обретает вечную жизнь в потомстве своем, которое множество народов, но и Сара тоже, и это важно, что через нее будет дано Аврааму потомство. И именно Бог обещает Аврааму, что наследником его будет законный сын от законной жены, а не сын от рабыни. В те, по крайней мере, времена это все-таки считалось такой, свой род, конкубинат не вполне полноценной формой брака, поэтому, при том, что многое обещано Агайе и ее сыну Измаилу, но вот это еще не то. Не он будет наследником благословения и обетования. «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным». Повторяя Господь о будущем сыне Авраама, которого еще, так сказать, даже в проекте нету, вот, что будет с ним заключен завет, именно Сара. Вот, и Измаил говорит Господь, там, значит, я его услышал тебя, я услышал тебя о нем, когда ты молился, благословлю, и там двенадцать князей, и великий народ, но завет поставлю с Исааком. То есть, оказывается, что все-таки не так все просто, как в первой части главы, где Бог обещает Аврааму, говорит, вот, мой завет с тобой, со всеми потомками твоими, а здесь, оказывается, Бог говорит, не со всеми потомками, вот, выберу и поставлю с Исааком завет мой. Опять не обсуждается, что будет делать и что будет решать для себя Исаак, когда он родится и вырастет, но, оказывается, и с точки зрения Бога этот завет тоже не так механически продлевается, как в начале главы. и в самых последних стихах главы говорится о том, что вот Бог восшел от Авраама каким-то образом. В этом смысле, кстати, надо сказать, что автор довольно целомудренный человек, и он не пытается расписывать красками то, что трудно увидеть, и то, чего не видел сам автор, о чем он знает из устного предания. Поэтому здесь не говорится, в какой форме Бог не исходил к Аврааму, и как он восходит, вот восшел и все, и отошел от Авраама. В следующей главе некая попытка об этом говорить будет, а здесь вот ничего лишнего, ничего лишнего, чтобы не домысливать, не измышлять. Ну и Авраам исполняет требования завета, обрезывается, сам обрезывает Измаила и всех, весь мужеский пол людей дома Авраамова, рожденные в доме, купленные за серебро. Вот Авраам таким поступком собственно и если хотите подписывает договор, обозначает свое согласие и сам факт заключения этого завета. авраам авраам Продолжение следует...